ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Главнокомандующий военно-воздушными силами, главный маршал авиации Кутахов вручил орден Красного Знамени одному из прославленных авиационных объединений. Не раз авиаторы этого объединения демонстрировали героизм и боевое мастерство в небе республиканской Испании, Китая, Монголии в борьбе с белофинами. В годы Великой Отечественной войны было совершено более 50 тысяч боевых вылетов. Уничтожены тысячи самолетов, танков и другой боевой техники и живой силы противника. Всему миру известны героические подвиги ветеранов объединения. Трижды героя Советского Союза Покрышкина, братьев Гвинка, дважды героя Ричкалова, героев Советского Союза Бабака, Смирнова и многих других. В послевоенный период, умножая боевые традиции авиаторов старшего поколения, личный состав объединения настойчиво борется за повышение боевой готовности, успешно овладевает новой техникой, неустанно совершенствует летное мастерство. Еще больше крепить боевую мощь вооруженных сил, достойно выполнять воинский долг и надежно охранять воздушные рубежи страны, будет нашим ответом на волнующую награду Родины, заверили воины прославленного, теперь уже краснознаменного объединения. В авиации военно-морского флота инициативно разработан и внедрен в процессе подготовки экипажей противолодочной авиации автополигон Поиск 38142. Он предназначен для проведения наземных проверок, работоспособности самолетных комплексов по каналам связи с радиогидроакустическими средствами обнаружения подводных лодок, а также для создания мишенной обстановки на берегу, по типу морского полигона, без выделения и выхода в море подводной лодки и кораблей обеспечения. Я АС-28 к работе готов. Автополигон Автополигон Товарищ командир, наблюдаю работу буя номер восемь. Классифицировать цель При работе с автополигоном обеспечивается тренировка в прослушивании и классификации шумов подводной лодки, находящейся в зоне реагирования буя. При работе с радиогидроакустическими буями второго типа автополигон позволяет имитировать движение подводной лодки в зоне реагирования буев, а также применение подводной лодкой активной шумящей помехи. Координаты буев, начальные координаты подводной лодки и помехи, курсы и скорость их движения задаются операторам автополигона. Вот ПЛ дал. Включил РСД Оператор автополигона имитирует пуск подводной лодкой шумящей помехи. Автополигон позволяет при работе с радиогидроакустическими буями третьего типа, как в активном, так и в пассивном режимах, имитировать движение подводной лодки в зоне реагирования буя с любым курсом и скоростью. Товарищ командир, пеллинг 260, дальность 1000. Я 317-й. На боевом. До сброса 30. Разрешите практически одной по цели 38. 317-й. Сброс разрешаю. Сброс произвел. Использование в процессе учебно-боевой подготовки противолодочной авиации военно-морского флота автополигона поиск 38-142 позволяет повысить выучку летного состава противолодочных экипажей и намного сократить расход дорогостоящих средств на обеспечение. За мужество и воинскую доблесть, проявленные на учениях и в морских походах, войсковая часть морской авиации награждена вымпелом министра обороны СССР. В этом большая заслуга всего личного состава. Дальняя воздушная разведка. Ее назначением в военно-морском флоте является обследование обширных районов морей и океанов для вскрытия обстановки на театре и наведения ударных сил флота на обнаруженные цели. Большая заслуга в повышении летного мастерства экипажей воздушной разведки принадлежит инструкторам части. Они передают свои знания и опыт молодым экипажам. При подготовке к выполнению полетов в удаленных районах океана особое внимание уделяется воспитанию высокой морально-психологической подготовки, комплексному использованию средств самолета вождения, мерам безопасности при встречах с иностранными кораблями и самолетами, а также действиями экипажей в особых случаях полета. Уяснив задачу, поставленную командиром, экипажи проводят подготовку и тренировку к полетам в кабинах самолетов под руководством инструкторов. Инженеры и техники тщательно готовят и проверяют авиационную технику и работоспособность оборудования. Самолеты в заданном районе. Товарищ командир, цель обнаружена. Курсовой угол 15 градусов, дальность 5 километров. Цель обнаружена. Немедленно докладываются координаты и продолжается наблюдение. В заданное время выдается целеуказание ударным силам на поражение. Задание выполнено успешно. Экипажи возвращаются на базу. Командир группы лично докладывает о выполнении полета. Учеба разведчиков морской авиации продолжается. Разбор полетов является одним из важных этапов обучения летного состава. Здесь анализируются фактические действия экипажей, на основании которых оценивается качество выполнения заданий и определяются пути совершенствования их выучки. Так постоянно в напряженной учебе совершенствуется мастерство личного состава разведывательной авиации военно-морского флота.